Здравствуйте, меня зовут Николай Хабаров и я хочу рассказать вам о том, как можно использовать низкоуровневые интерфейсы на платах для встраиваемых систем, используя язык программирования Python. В качестве самого, наверное, популярного и простого интерфейса мы будем использовать обыкновенный GPIO. GPIO это просто набор выводов, как часто, в частном случае на Raspberry Pi, он выполнен в виде небольшой гребенки и эта гребенка не обязательно может являться разъемом, например, в телефонах эти выводы используются для того, чтобы управлять такими вещами, как вибровызов, подавая напряжение на любой из выводов у вас начинает работать виброзвонок. Этот интерфейс, наверное, самый популярный и в то же время самый простой, и с помощью него можно легко объяснить, в чем смысл использования подобных интерфейсов на процессорах. Если попытаться просто загуглить, поискать решение, как включить какой-нибудь вывод у той же Raspberry Pi, вы наверняка встретите упоминание такого Python модуля, как RPIO. Он устанавливается с помощью пайпа, pipe install, RPIO, и управление непосредственно самими портами будет очень простое. Вам нужно просто инициализировать для начала нужную ножку и затем поставить на ней либо высокий уровень, либо низкий уровень. Если к этой ножке будет подключен какой-нибудь светодиодик, он будет включаться-выключаться. Давайте попытаемся немножко раскопать, что же внутри себя представляет вообще RPIO, как он в действительности управляет этими ножками. На самом деле любой модуль аппаратный у процессора, будь то это GPIO или какой-нибудь серийный порт, это лишь набор регистров, некоторые адреса в памяти непосредственно самого процессора. Открыв документацию на тот же самый Raspberry Pi, можно найти раздел, посмещённый непосредственно интерфейсам самого процессора, и в нём указаны адреса, в которые необходимо записывать данные для управления GPIO портами и всеми другими интерфейсами. Практически всё реализовано с помощью их. В случае GPIO у нас есть GPIO Select, регистр, с помощью которого можно выбрать режим работы вывода у микросхемы. Это может быть вход, может быть выход, может быть использование какого-то другого интерфейса, всё это настраивается в этом регистре. И у нас ещё есть набор регистров GP Set, ещё есть GP Color, это сброс нуля и установка единицы. У многих процессоров часто есть специальный регистр, в котором вы можете прямо записать значение, какое вы хотите поставить на порту. У Raspberry Pi такого реестра нет, у него либо выставляется, либо сбрасывается уровень на определённых ножках. Но самая основная суть — это именно запись по какому-то конкретному адресу непосредственно процессора. Если посмотреть более простые процессоры, например, AVR и небольшой пример программки на языке C, то можно увидеть примерно вот такой код, который запустит на буквально один-два такта высокий уровень на одном из выводов порта B и затем отпустит этот вывод. DDRB — это специальный регистр, который задаёт режим вывода, то есть вход это или выход, и затем уже в порт B записываем непосредственное значение. Если залезть в хедры, заголовочные файлы AVR микроконтроллера, то описание что порт B, что DDRB будет выглядеть примерно вот так. На самом деле это является просто указателем на какой-то конкретный адрес внутри процессора. В данном случае, если я написал случайно, потому что это может раздеться от процессора к процессору, по сути любой процессор будет иметь такую документацию и подобные хедры. Но что делать нам в случае питона? В случае питона у нас приложение вращается не в самом ядре, оно не имеет доступа к кадрственному пространству процессора. Есть, правда, небольшое исключение, MicroPython, который запускается на микроконтроллерах, и там уже нет, собственно, операционной системы, и ему доступно всё. Но MicroPython мы обсуждать не будем. Обычный питон не имеет доступа к непосредственно ресурсам самого компьютера, самой операционной системы. Также внутри питона нет чёткой реализации, как можно работать непосредственно с памятью. У нас же там есть горбич-коллекторы, есть специальные удобные контейнеры, хранилища, поэтому удобных интерфейсов для того, чтобы обратиться к какому-то конкретному адресу памяти, в питоне нет. Ну, я специально перечеркнул всего лишь одной полоской, потому что на самом деле, если посмотреть, например, модуль ctypes, там есть метод string-add, можно указать адрес и взять какую-то переменную из адресного пространства самого процесса интерпретатора. Но практического применения это довольно очень ограничено. Не стоит использовать подобные вещи в языках типа питона, потому что менеджер памяти может перемещать всё, что угодно, когда угодно и как угодно. Но поскольку всё-таки все встраиваемые системы, к счастью, работают на Unix-образных операционных системах, придерживающихся стандартов POSIX, в частности, Linux. Внутри Linux есть такое виртуальное устройство под названием DevMap. Это устройство даёт непосредственный доступ к физической памяти именно самого процессора. Открыв этот файл, можно с ним работать. И ещё пингвин нам подсказывает, что чтобы этот файл был на файловой системе, ядро должно быть собрано с вот этим вот параметром. Как правило, на Raspberry Pi и на любых других платах этот модуль всегда присутствует, и это устройство будет находиться в том самом месте, где оно и должно быть. Но если попытаться провернуть вот такую несложную махинацию, то есть просто открыть этот файл с правами на запись поставить какой-нибудь адрес и записать в него, у нас на самом деле код этот отработает, даже не упадёт без всяких ошибок, но в реальности у нас ничего не запишется. Потому что если открыть документацию на ядро Linux и почитать поподробнее про DevMem, там прямо сказано, что напрямую к этому файлу обращаться нельзя. Он реализован только для работы с так называемым Memory Map. Memory Map — это фишка по секс-образных операционных систем, которая позволяет для вашего удобства открывать файл, файл, вернее даже не открывать, а позиционировать содержимое вашего какого-то файла на файловой системе непосредственно в память процесса. Это довольно удобно, если вы пишете на языке подобному C. Вы можете просто, указав файл, обращаться к нему как к какому-то участку памяти, не прибегая к вызовам методов read, write. И также этот же M-map, он доступен непосредственно в Python. Есть специальный класс, который непосредственно создаёт объект, который позволяет обращаться к нему. У него есть много параметров. И вот небольшой пример, как можно использовать этот класс для того, чтобы что-нибудь сделать. Ну, вначале нам необходимо его импортировать. Этот класс является стандартным для Python, что для второго, что для третьего. Затем по коду мы создаём файлик hello.txt, кладём в него одну строчку hello.python, и затем мы снова открываем этот файл, но на этот раз мы будем не читать из него непосредственно, а мы создадим M-map, то есть мы спозиционируем этот файл куда-то в память, и возьмём, обратимся к этому memory-map как к какому-то массиву. И он нам выдаст в данном случае первые пять байтов из этого файла. И его обязательно нужно будет, конечно же, закрыть, этот memory-map. С помощью этого memory-map можно открывать тот файл, потому что это уже штатная функция, то, как создатели этого ядерного модуля проектировали его использование. Ну, давайте чуточку посложнее пойдём. Теперь мы попытаемся сделать небольшую программу, которая действительно откроет этот файл, обратиться непосредственно к участкам памяти, которые отвечают за GPIO-модуль, и запишет какие-то данные для того, чтобы управлять непосредственно выводами. Ну, я думаю, тут вы заметили довольно нескромное количество хардкода, цифр. Это неизбежно будет при обращении к каким-то параметрам. Эти цифры необходимо брать из документации. Конечно, хорошо иметь библиотеку, но библиотек часто для таких целей нет. Ну, об этом я сейчас чуточку попозже ещё расскажу. Пока цифры в этом коде я оставил специально для наглядности, чтобы понимать, что не всё тут так просто. Ну, программа довольно простая. Вначале мы импортируем необходимые нам модули для работы со всем, чем мы хотим. Далее мы открываем непосредственно устройство DevMem на файловой системе и создаём Memory Map, указав начальный адрес. Вот это волшебное число, взятое из документации, это указатель на адрес GPIO-модуля внутри процессора. Создав Memory Map, файл, собственно, уже можно закрыть сразу. Он нам уже не нужен, Memory Map создан, держать открытым файл уже нет необходимости. И затем тут идёт небольшое ухищрение. Вы, наверное, заметили то, что здесь использовался обращение к Memory Map как к массиву, а здесь написано чуточку иначе. На самом деле, по-хорошему, здесь должно быть такое же обращение к Memory Map как к массиву. Но поскольку у нас Python может быть реализован не только как стандартный CPython, может быть, ещё Python версии 3, есть ещё такие вещи как PyPy, к сожалению, почему-то с PyPy вот такой метод обращения не заработал. Поэтому пришлось написать чуточку иначе. На самом деле, это просто обращение к 8-му байту от начала созданного мапа, и мы берём 32-битное число. Поэтому пришлось написать вот так, зато это работает и под PyPy, и под Python 3, и 2. К сожалению, такое бывает в системах, никто не тестирует все модули абсолютно совсем. И в самом начале мы обращаемся к 8-му реистру. Если чуточку отмотать, посмотреть, это как раз был один из GPIO-сел-регистров. В этом реестре мы устанавливаем волшебные числа, которые, собственно, задают режим работы этого порта. Сначала мы считали, задали и записали обратно в этот реестр. То есть вот это вот, это, по сути, инициализация, которая была в той программке DDRB равно какому-то числу. Это инициализация порта. Далее мы берём уже непосредственно реестр со сдвигом 1С, это GPIO-сел, GPIO-сет, который выставляет высокий логический уровень на выводе, и уже записываем в него тоже какое-то число, которое уже какую-то конкретную ножку дёрнет. Ну, затем задержка, отпускаем ножку, снова задержка и по кругу. В итоге у нас получится, что на одном из выводов у нас будет мигать светодиод, если он, конечно, там подключен. И в самом конце мы, конечно, как правильные программисты, должны обязательно деинициализировать порт и закрыть, собственно, memory map. Всё это, конечно, замечательно, но возникает вопрос, зачем такое делать, когда у нас есть тот же RPIO. Вот давайте для примера рассмотрим такую вещь, как 3D-принтер. В большинстве в своём они всегда реализованы на очень простеньких AVR-ках, микроконтроллерах, совсем с ограниченными ресурсами. Например, к ним нельзя просто так взять, прикрутить какую-нибудь веб-камеру, запустить на ней OpenCV и чтобы уже 3D-принтер работал в паре с OpenCV. У них использованы совсем простые процессоры. 3D-принтер себе представляет очень простое устройство. На самом деле у него есть три оси, он двигает головку по этим трём осям и из головки выливает расплавленный пластик. Для того, чтобы управлять осями, у нас есть шаговые двигатели. Обычный двигатель использовать нельзя, потому что мы не знаем, насколько он провернулся. Шаговый двигатель – это устройство, которое позволяет нам чётко контролировать, на сколько градусов мы повернули ось этого двигателя и, как следствие, позиционировать на принтере головку в точку с очень большой точностью. Шаговый двигатель – сам по себе штука довольно сложная, у него там есть обмотки, они управляются. Там целая наука, как сдвигать саму ось двигателя на разные углы. Но, как правило, никому с этим работать не нужно, потому что любой драйвер шагового двигателя, аппаратный драйвер шагового двигателя, имеет, как правило, интерфейс в виде двух выводов. Один вывод – это степ, другой – дир. То есть мы даём импульс на степ, двигатель шагает. На зависимости от уровня на выводе дир мы определяем направление, в какую сторону вращать наш двигатель. Поэтому для того, чтобы управлять такими двигателями, нам нужна серия импульсов. Когда у нас двигатель движется просто прямо линейно, мы просто даём линейные импульсы с одинаковой длительностью, с одинаковым интервалом между ними. У нас нет никаких проблем, мы можем просто взять обычный PVM, в том числе аппаратный модуль PVM, и с помощью этого PVM-модуля создать такую последовательность. Но любой ЧПУ-станок, такой же как 3D-принтер, обязательно требует, например, ускорения и торможения. То есть вы не можете сразу на максимальной скорости двинуть двигатель, у вас порвётся вся механика. Поэтому вам нужно потихонечку подавать импульсы, чтобы увеличивать скорость, и он плавненько дронулся с самого начала. Именно по этой причине используются простенькие микроконтроллеры. У вас нет операционной системы, у вас не прибежит какой-нибудь системный процесс, который отъест все ресурсы, повесит вам всё, и вы можете создавать такие импульсы. Linux, в принципе, можно его довести до состояния, чтобы он был наподобие real-time операционной системы. Есть небольшие специальные патчи для ядра, но всё равно всё это работает довольно грустно, по причине того, что, опять же, что-то где-то, какой-нибудь ICI-пистэк задумался, у вас может эти импульсы выпасть, а если импульсы выпали, вы можете просто сломать механику. Что же делать? Что делать? А делать-то что-то хочется, потому что желание прикрутить веб-камеру имелось. Давайте посмотрим, как вот в простейшем случае, когда мы пишем в тот же самый участок памяти. Тут ещё у нас был код на C, был код на питоне, тут ещё немножко на ассемблере. В случае просто копирования мы кладём какое-то число в реестр общего назначения у процессора и затем копируем это в какой-то адрес. То есть у нас работает процессор. И между вот этими операциями или там где-то нас может перехватить другой тренд, другой контекст, и мы уже не сможем отработать. Но у нас есть ещё такая замечательная вещь, как Direct Memory Access. Это модуль процессора, который присутствует, ну, наверное, только вот что в очень простеньких AVR-ках, их нет. Этот модуль работает чуточку иначе. Если вам нужно скопировать что-то из участка памяти А в участок памяти Б, вы говорите этому модулю, слушай, DMA-модуль, вот у нас есть адрес такой-то, такой-то и такая длина. Давай копируй. Всё, дальше центральный процессор не участвует, а DMA-модуль осуществляет копирование без помощи центрального процессора столько времени, сколько ему понадобится. При этом частота DMA-модуля известна, и вы можете уже чётко контролировать, с какой скоростью у вас будет происходить копирование. То бишь, уже представляете, что если у нас есть двигатель, которым нужны чёткие импульсы, и у нас есть модуль, который может копировать эти импульсы с определённой скоростью, то нам нужно лишь создать небольшой буфер, положить туда программу, как подавать эти импульсы, и заставить DMA-модуль копировать из участка памяти непосредственно в блок GPIO. И вот небольшой пример программки на Python. На этот раз с использованием модуля RP-GPIO. Сейчас я расскажу, откуда этот модуль взялся. Данная программа создаёт небольшую серию импульсов. У нас небольшой набор переменных в начале. Затем с помощью RP-GPIO мы создаём объект класса GPIO. Его мы используем только для того, чтобы инициализировать вывод, чтобы сказать процессору, что этот вывод у нас будет выходом. Затем мы создаём просто серию импульсов. Один импульс одинарный, следующий импульс двойной, следующий тройной. Вы можете это уже увидеть на осциллограмме здесь. И мы забрасываем эти импульсы просто в участок памяти и говорим «запускайся». Дальше, если мы подключим осциллограф, мы увидим вот такую картинку. Это реальный скейншот с реального осциллографа с Raspberry Pi. Тут уже, я думаю, не так страшны выглядят все цифры, волшебные, как в предыдущем коде. Сейчас я расскажу ещё, откуда его взять. Ну, в самом конце понятно, что мы просто отключаем всё. Собственно, непосредственно сам модуль можно взять вот по этому адресу. Это часть проекта PyCNC. Полноценная реализация CNC-контроллера для 3D-принтеров и подобных устройств написана полностью на Python, без использования каких-либо C-шных модулей. И небольшое видео для того, чтобы вы все могли увидеть то, что подобный метод общения с устройствами на Python действительно работает, и что принтер действительно может что-то напечатать. В данном случае он печатает свисток, уже непосредственно последние слои заполняет. Проект полностью open-source-ный, можно его использовать так, как захотите. Можно просто взять ту часть, которая общается с непосредственно хардварными модулями, например, с тем же GPIO, и использовать так, как захочется. Что интересно, при печати подобных вещей, как так, свистки, нужно быть очень аккуратным с вот такими вот полостями, которые были сверху. Здесь он, к счастью, справился и смог перенести расплавленный пластик на весу. Хотя, если будет полость довольно большая, он может не справиться, и у вас верхняя часть может просто провалиться вниз. Ну и, собственно, на этом все. Адрес проекта еще раз указан здесь. Если кого-то он заинтересовал, можете ознакомиться с кодом более подробно. Ваши вопросы? Пока. ПОДПИСЫВАЮТСЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...